Так, еще раз всем добрый день. Мы начинаем неделю наших вебинаров от компании Global Intellect Service по работе с маркетингом в общем. На этой неделе я вот сейчас анализировала, смотрела темы в очередной раз и понимаю, что те люди, которые, например, только открывают бизнес, либо начинают свое дело, либо начинают изучать сферу маркетинга, реально за эти пять дней и шестой очень сильный, бонусный, вы сможете, в принципе, понять всю основу по поводу того, как взаимодействовать со своими клиентами, чтобы это было реально наиболее эффективно, чтобы те деньги, которые вы будете вкладывать в маркетинг, те деньги, которые вы будете вкладывать в привлечение клиентов, оставались в бизнесе, приумножались, вам не нужно было бы постоянно бегать в крысиных бегах таких, что деньги постоянно вливаются, вливаются в рекламу и непонятно, как бы, как это все контролировать, как это все оптимизировать и так далее. Вот если у вас стоят такие вопросы, а как же работать с маркетингом, как работать со своими клиентами, если вы никогда не учились на маркетолога, то у вас будет такая возможность в течение этой недели. Наша первая тема сегодняшняя будет как раз основа, наверное, такой базовый алгоритм, как настроить максимально прибыльный маркетинг, пошаговый алгоритм. То есть мы сегодня поговорим о том, вот прям о шагах клиента в бизнесе с момента запуска бизнеса до момента, как это должно быть. Вот как раз тут будет очень такой интересный вопрос, вопрос к вам. А какой же момент финиш, когда мы заканчиваем вести путь одного клиента, который у нас есть в бизнесе. Вот сегодня мы рассмотрим базу, рассмотрим вот этот общий алгоритм. И в течение всей недели мы будем погружаться в каждый этап, более подробно разбирать детали, более подробно разбирать нюансы, разбирать, как эффективно, вот казалось бы, там, да, там, этап, например, сбора обратной связи, казалось бы, вроде все просто, вроде все понятно, но какие есть нюансы, какие есть инструменты, почему одни инструменты или одни варианты работы с этим этапом будут эффективны, а другие нет, почему одни будут наиболее эффективны, а другие нет, какие варианты выбрать и так далее. То есть вот эти все нюансы, если вы никогда, ну, как бы, мы об этом базово так задумываемся, но настолько глубоко и настолько плотно, по сути, если мы не ведем вот этих диалогов, да, если мы нигде не обучаемся, то мы об этом не задумываемся. И у вас будет в течение этой недели возможность погрузиться в каждый из элементов вашего взаимодействия с вашими клиентами и взять из этого максимальную пользу. Поэтому я вам рекомендую вооружиться листочками, ручками, чтобы фиксировать ту информацию, которую я буду говорить, потому что говорить я буду из практики, говорить я буду из уже тех проработок, которые были за последние у меня 4 года плотной работы с малым бизнесом в рамках компании Global Intellect Service, причем это бизнес абсолютно разных сфер, то есть это и салоны красоты, и рестораны, и автосервисы, и медцентры, и малые бизнесы, и покрупнее, и так далее, и так далее. То есть абсолютно разные сферы, но каркас примерно один, и мы его сегодня будем обсуждать именно из практики, да, из опыта. Вот, давайте мы с вами немного познакомимся. Меня зовут Ольга, фамилия моя Логвинова, я маркетолог по образованию, и последние 6 лет я сотрудничаю в сфере маркетинга с международной IT-компанией Global Intellect Service, это компания-разработчик продукта UDS, компания, которая собирает тысячи предпринимателей в разных городах и странах, проводит обучающие бизнес-форумы, которые предоставляют не только IT-инструменты для бизнеса, но и в том числе среду, в которой предприниматели могут между собой знакомиться, взаимодействовать, сотрудничать, партнериться, усиливать друг друга и так далее. То есть это целое большое сообщество предпринимателей, которое усиливает друг друга, да, усиливает свой бизнес, во-первых, обмениваясь опытом, во-вторых, используя инструменты для бизнеса, которые можно использовать сегодня в сфере диджитал, и, в-третьих, улучшая эти инструменты, взаимодействуя с компанией, у каждого предпринимателя есть возможность улучшить эти инструменты, внедряя свой опыт, свою обратную связь, соответственно, в работу компании Global Intellect Service. Это очень, очень интересная такая коллаборация у нас получается с нашими клиентами, с партнерами у компании Global Intellect Service. Это что касается меня. Здесь у нас на слайде представлены клиенты, некоторые из клиентов, единицы, да, из клиентов компании, те бренды, которые вы можете знать. У компании на сегодняшний день несколько тысяч клиентов, более 6 тысяч клиентов, более 12 миллионов пользователей в различных городах, в различных странах, от малого бизнеса до крупного бизнеса. С нами сотрудничают банки, там последний клиент, который у нас зашел на платформу МТС Банк. В общем, сотрудничают магазины, салоны, абсолютно разные бизнесы, поэтому каждый для себя здесь найдет что-то, что-то полезное, да. А так, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам видны слайды, потому что вот вижу комментарий, что слайды не видны. Видны ли слайды? Чат заблокирован. Оль, можешь, пожалуйста, разблокировать чат, чтобы я понимала, видны ли слайды? И я бы хотела пообщаться, поэтому мне нужен будет чат. Я хочу понять, кто у нас сегодня присутствует на вебинаре. Поставьте, пожалуйста, единички, если вы клиент компании Global Intellect Service, если вы в своем бизнесе сегодня используете инструменты компании, и, соответственно, скорее всего, вы уже знаете, да, то есть у вас есть понимание и как работать с клиентами, потому что компания наряду со своими инструментами предоставляет хорошую систему обучения. Если вы… это поставьте единички. Чат все еще у меня заблокирован, да? Да, Оля, спасибо. Поставьте, пожалуйста, единички, если вы являетесь клиентами компании и уже, соответственно, и знаете об инструментах, которые предоставляет компания, и знаете о системе, в принципе, обучения компании. И поставьте, пожалуйста, двоечки. Если вы впервые сегодня присутствуете на вообще каких-либо… впервые слышите какую-либо информацию от представителей компании Global Intellect Service, если вы впервые с ней взаимодействуете, поставьте, пожалуйста, двоечки. Слайды видны отлично. Да, если слайдов не видно, Раиль, перезагрузите, пожалуйста, попробуйте зайти с другого браузера. Поставьте, пожалуйста, двоечки. Меня… да, еще раз… Если это возможно, да, я прошу быть активными в чате, потому что в зависимости от того, что вы мне будете отвечать, я смогу максимально полезно, учитывая, что у нас, да, есть именно преимущество онлайна, мы можем общаться, а не проговаривать заготовленную информацию, чтобы информация была максимально полезна конкретно для вас. То есть я могу ее под вас подстраивать, поэтому если вы мне будете отвечать, вам же это будет… эти ближайшие 30 минут будут наиболее полезны. Так, все, вижу. Вижу, что у нас много клиентов, компания, это очень здорово. Сегодня тогда для вас конкретно я еще обращу внимание на информацию, как быть еще более эффективными в работе с теми инструментами, которые у вас есть, какая есть инфраструктура компании, кто-то знает, кто-то не знает. Возможно, это позволит вам еще лучше усилить показатели в вашем бизнесе. И для тех людей, кто поставил двоечки, тогда будет информация новая, общая информация по маркетингу. Можете также прописать, какой у вас бизнес, тоже это будет полезно. А мы будем начинать. Начнем мы с такого базового, наверное, вопроса, о чем мы будем разговаривать, и, в принципе, ради чего мы собрались и в сфере бизнеса, и в сфере маркетинга, и в изучении каких-то инструментов, и зачем мы бизнес вообще открываем. Это деньги, это прибыль. И здесь я хочу обратить внимание, я… Да, вы пока пишите, а я буду говорить. Салон красоты, кстати, одна из моих любимых сфер, с которыми я больше всего работаю. Так, мы будем говорить о прибыли именно с точки зрения работы с клиентами. То есть, да, здесь я не говорю про оптимизацию расходов, я не говорю про оптимизацию бизнес-процессов и так далее. Я как маркетолог буду говорить о клиентах. Итак, если брать прибыль с точки зрения взаимодействия с клиентами, я хочу обратить ваше внимание, тоже зафиксируйте у себя в голове, что прибыль в первую очередь, ну, в первую очередь, да, что прибыль – это не только новые клиенты. Прибыль – это ряд факторов, которые происходят в бизнесе, мы о них подробнее поговорим, как с этими факторами работать. Это новые клиенты, это увеличение среднего чека, это увеличение количества повторных покупок. Это, то бишь, количество ваших клиентов плюс, так сказать, качество ваших клиентов, качество вашего взаимодействия с ними и сколько, то есть LTV ваших клиентов, да, насколько часто клиенты к вам возвращаются. И еще далее там мы проговорим про рекомендации. Beauty-индустрия у нас еще. И вот здесь я хочу, как бы все это понимают, но мало кто это продумывает, когда работает с маркетингом, потому что я очень часто ловлю своих клиентов на таком вопросе, когда я прихожу в том числе работать вот с инструментом UDS. И когда я задаю вопрос по основным задачам, которые есть в бизнесе, и задачи очень часто мне отвечают на вопрос, что хотим, хотим новых клиентов, хотим новых клиентов. У нас клиенты возвращаются, вроде все нормально, то есть все хорошо, хотим новых клиентов. И вот каждый раз мы у нас по внедрению наших программ, наших инструментов, да, у нас всегда проходит стратегическая сессия с предпринимателем. Обратите, пожалуйста, внимание, кстати, вот то, что я буду проговаривать, здесь я вижу, что много клиентов компании, если вы при покупке, при внедрении продукта UDS не работали с внедренцем, да, обращайте, пожалуйста, внимание на тот алгоритм использования программы, на тот алгоритм внедрения, о котором я сейчас буду проговаривать, потому что, возможно, у вас, да, вы, ну, какие-то этапы не все прошли, что-то упустили, что-то, ну, вот, что-то, возможно, для вас будет новое, вы себе возьмете на заметку, и это позволит вам улучшить те показатели, которые у вас есть. Итак, первое, с чего мы начинаем, когда мы начинаем работать с маркетинговым бизнесом, с внедрением UDS, неважно, это стратегическая сессия, на которой мы определяем, во-первых, текущее положение вещей, да, что происходит в бизнесе, анализ, и ставим задачи, ставим задачи, смотрим исходные данные, понимаем, что мы можем сделать из того, что у нас есть, из того, что нам нужно, и использовать те инструменты, которые у нас есть. И когда мы ставим задачи, вот я начинаю в переговорах с предпринимателями разворачивать вот эту тему, что хотим новых клиентов. И как бы здесь мы начинаем думать, а что, если те клиенты, которые у нас уже есть, есть ли возможность, вот это как в коучинге, задать себе вопрос, а есть ли возможность уже с этой же базы, даже если ее у нас 200 человек, заработать больше. Вот если не приводить новых клиентов, вы можете записать себе этот вопрос сейчас тоже на листочек, вот допустим, у вас база 200 человек, 1000 человек, 5000 человек, неважно, 10 человек, вот если с новыми клиентами все понятно, окей, а если вот на этой базе можно ли заработать больше. И здесь вот как раз тоже отсюда есть смысл выжимать максимум, то есть фокус внимания немножко расширять, да, что, а может быть, все ли я использую возможности по увеличению среднего чека, а могу ли я сделать что-то, чтобы клиент возвращался ко мне чаще, а могу ли я что-то еще допродать, а может быть, в моей линейке продуктов, в ассортименте потенциально могут быть еще какие-то высокомаржинальные продукты, которые я могу допродать, которые я у себя не выставляю, да, там либо еще что-то, вот какие-то вот эти моменты, то есть еще раз, у каждого своя сфера, но задать себе вопрос, а работаю ли я со средним чеком, а и действительно ли я эффективно с ним работаю, а работаю ли я с количеством повторных покупок, потому что с новыми клиентами мы работаем все, вот это как раз вопрос об этом, да, что с привлечением это нормально, что у нас в принципе в маркетинге такое, уже сложилась такая парадигма, да, сложилась такая мода, такая привычка, что мы, что у нас маркетинг равно привлечению, и как бы с этим все все понимают, а вот с управлением клиентским опытом, это довольно новая сфера, которая несколько лет только начинает прогрессировать сейчас на рынке, об этом все больше, да, у нас появляется бонусных программ, программ лояльности, все дают сервис, все дают качество, это, кстати, на сегодняшний день это уже такое прям must-have, хотя буквально там 6 лет назад даже, когда там 5 лет назад этого еще, об этом вообще еще не говорили, вот сейчас это приходит в рынок, и в это есть смысл фокусироваться, да. Здесь я проговорю по статистике, это на самом деле довольно базовые данные, просто чтобы было понимание, вы можете очень много об этом почитать в интернете, про удержание клиентов, про лояльность, то есть довольно известные факты, что запись, да, ведется, довольно известные факты, что повторный клиент обходится в компании там в 6-7 раз дешевле, что очень много клиентов, там 32% клиентов ждут, что им ответят на жалобу в течение 30 минут, и 42% клиентов ожидают ответа в течение часа, обратите, пожалуйста, внимание на вот эти данные, и здесь вопрос, задумайтесь в своем бизнесе, да, в бизнесе ваших там партнеров, есть ли инструменты, которые позволяют вам удовлетворить вот эту статистику, да, удовлетворить вот это пожелание клиентов, что люди, присоединившиеся к программ лояльности, ведут себя на 168% активнее, чем те, кто в ней не участвует, то есть есть вопрос, опять-таки, работы с клиентским опытом, что вы даете своему клиенту для того, чтобы он был активнее в вашем бизнесе, и проверенный факт, да, то есть статистика, что он может быть активнее на 168%, если вы даете что-то ему в вашем бизнесе, какую-то программу лояльности и так далее, далее увеличение возврата клиентов всего на 5%, если вы поработаете с цифрой возвратности, может дать увеличение прибыли на 25-95%. Это я сейчас делаю такой, да, вброс по поводу того, что нужно работать с удержанием, что это маленькое количество цифр, и далее мы с вами все это структурируем. Маленькое количество цифр, и сразу забегая вперед, такой спойлер на завтра, завтра будет, я еще позже об этом скажу, будет рассказывать спикер о юнит-экономике, как раз вот сегодня мы будем говорить о каркасе в общем, а завтра будет много цифр. Вот для тех людей, кто как бы именно хочет, у кого факты это цифры, да, кто именно мыслит в категории цифр, вот завтра все то, что я сегодня проговорю, будет прям подтверждено цифрами, почему, если не считать юнит-экономику, бизнес в принципе может закрыться, почему, если не считать прибыльность одного клиента в вашем бизнесе, ваш бизнес просто может закрыться, как это происходит в жизни, вот в цифрах, завтра вы об этом еще подробнее узнаете. Сегодня вот такой небольшой трейлер по этому поводу, что те цифры, которые вы сейчас видите, еще раз, да, увеличение клиентов возвратности на 5% может дать увеличение прибыли 25-95%. Это вот немножко статистика. Это что касается удержания. Теперь что касается привлечения клиентов. Теперь идем по порядку, да? Да, Дмитрий, когда будет время перейти к инструментам, мы перейдем к инструментам. Теперь идем по порядку. Говорим о привлечении клиентов. Давайте просмотрим путь клиентов. Привлечение клиентов. Здесь мы обсудим, я хочу немножко поговорить об этом с вами, учитывая, что все об этом знают, как я проговорила, да, что в маркетинге это в принципе сфера довольно, ну вот, более распространенная. Я бы хотела, чтобы вы просто в чат мне прописали, какие вы знаете инструменты, этапы привлечения клиентов. Вот подскажите мне вы. Давайте вот так вот. Какие вы знаете инструменты привлечения клиентов, что вы сегодня используете в бизнесе, что для вас наиболее эффективно и как сегодня можно клиентов привлечь, вот что такое есть на рынке среднестатистическом. Мы с вами как раз переходим в принципе к инструментам. Привлечение клиентов. Я сразу тоже проговорю по этой неделе. Мы будем подробнее раскрывать эту тему. Новый трафик. В среду у нас будет выступать спикер, который будет подробнее говорить о трафике. Зафиксируйте себе тоже. Если вам интересно подробно тема трафика, тема привлечения, то об этом еще будет говориться в среду. В среду в 12 часов. Вы можете прийти сами, пригласить с собой, соответственно, знакомых, кому эта тема актуальна. Да. Итак, по привлечению клиентов. Инстаграм. Самая популярная сегодня инстаграм, соцсети, контекстная реклама, SMM, реферальная система, рекламные баннеры, то есть наружная реклама все еще есть. Да, листовки, баннеры, промоутеры. Баннеры очень интересны с точки зрения маркетинга и имиджевая история. Я не могу сказать, что она рабочая как привлечение, но если брать как имидж бренда, узнаваемость бренда, да, это все тоже участвует в, соответственно, в прибыли. Карты. Карты. Из серии Tugis, Елена. Google карты. Сарафанное радио, купоны, флайеры. Акции. Да. Скидки, акции. Ну, это где разместить? Да. SEO, Facebook, Google. Входная дверь. Да. Сарафан в автосервисе. Да, да, да. Все. Радио, телевизор. Все понимают, то есть основное, да, у нас мы переходим, в принципе, к пути клиента, да, что у нас первое это как раз привлечение, и вы сейчас все перечислили. Я почему задаю этот вопрос вам, потому что, в принципе, еще раз, да, что это довольно сегодня популярная, как бы, изведанная сфера. Объявления в газетах, в маленьких городах, да, в почтовые ящики, расклад информации и так далее. Угу. Довольно изведанная сфера, и у нас есть понимание, что здесь, в принципе, все понятно. Вы каждый берете сразу, да, для тех, для кого это что-то новое, непонятно что делать, каждый берет свою сферу бизнеса, берет специалиста, там, например, таргетолога, СММщика, маркетолога. Если вы не знаете в вашей сфере, как лучше развиваться, этот специалист вам подскажет, где, то есть портрет вашей целевой аудитории, где находится ваша целевая аудитория, да, по привлечению можете себя отметить, нужно понимать просто портрет клиента, где находится ваша целевая аудитория, соответственно, туда настраивать рекламу. Все, наиболее эффективный канал, то есть у кого-то больше там, если даже брать по соцсетям, его целевая аудитория, если это бизнес-аудитория, там, и так далее, да, это Facebook, у кого-то больше Instagram, у кого-то больше там одноклассники, у кого-то, в принципе, соцсети не очень работают и больше как раз в Google ищут информацию, да, то есть здесь нужно заниматься там продвижением посадочной страницы, сайта, лендинга и так далее, то есть у каждого бизнеса это что-то свое, мы сейчас, да, под каждый бизнес не подберем, поэтому здесь просто фиксируем для себя, что обращаемся к специалистам по анализу целевой аудитории и понимаем, откуда нам нужно привлечь клиентов. Все, это у нас первый этап взаимодействия с клиентом, привлечения. До этого я здесь хочу обратить внимание, да, что если брать вообще открытие только нового бизнеса, почему это важно, потому что потом мы это будем корректировать, то есть полностью, вот вы только, есть, кстати, поставьте в чате, пожалуйста, плюсики, если есть люди, кто недавно открыл свой бизнес, либо только собирается открыться. Вот для вас это прям будет совсем актуально, ну вот очень актуально, опять-таки я уверена, что здесь много партнеров, много маркетологов, да, людей, кто работает с бизнесом, тоже для вас актуально. Если бизнес только открывается, то есть здесь прям берем этап с нуля, что идет создание бизнеса, создание концепции, то есть продумывание определенной стратегии, как будет вестись бизнес и подготовка всех бизнес-процессов и подготовка клиентов, подготовка бизнеса к клиентам. То есть это тот этап, который еще до привлечения, когда мы только задумали наш проект и мы его реализовали, внимание, так как это видим мы. Ну то есть, соответственно, мы проводим, естественно, какие-то маркетинговые исследования, но так как это видим мы. Затем мы как раз переходим к маркетингу и первое, что мы делаем, это мы трубим рекламную кампанию, да, нам нужно заявить о себе рынку, что мы появились на рынке. Рекламная кампания по привлечению клиентов. Здесь все понятно. Потом у нас идет следующий этап взаимодействия с клиентом. Вот поставьте, пожалуйста, в чате двоечки, если есть такие, у кого вот маркетинговый бюджет и работа с маркетингом в принципе заканчивается на этапе привлечения, на этапе работы с инстаграмом, например. Вот именно работа с маркетингом. Понятно, что из инстаграма уже приглашает менеджер, что вы можете дать какую-то скидку, но в принципе вот анализ и маркетинговая стратегия, ну вот в принципе крутится вокруг там инстаграма, вокруг там работы с сайтом и так далее. Сейчас я думаю, что таких людей меньше. Да, я слайд еще верну, я просто его пока убрала, потому что хочу, чтобы мы общались, чтобы у вас было свое понимание того, как это должно происходить. Да, на самом деле я уверена тоже, что как бы я часто общаюсь, я понимаю, что много таких предпринимателей, у которых именно так происходит. А мы теперь давайте ведем дальше клиентов по логике, то есть у нас идет привлечение, потом у нас идет второй этап взаимодействия с клиентом, это этап знакомства, то есть мы понимаем, что все привлекли, у нас рекламная компания, мы в нее вложили определенную сумму денег, и у нас клиент заходит в бизнес. У меня также, да, раньше так было очень многих, все верно, Виктория, сейчас, на что я обратила внимание, что сейчас уже меньше такого бизнеса, потому что приходит мода работы с лояльностью, но еще такое есть. Вот, далее у нас идет этап знакомства. На этапе знакомства напишите, пожалуйста, что нам нужно сделать с клиентом, какие основные какие-то шаги взаимодействия, чтобы этап привлечения был наиболее эффективен. То есть, что нам нужно сделать на этапе знакомства. этап знакомства с клиентом. Давайте прям думать, анализировать, то есть у нас клиент узнал о нас где-нибудь с наружной рекламы. Выявление потребности, узнать возраст полинтереса, то есть собрать какую-то информацию о клиенте, анализ, дать плюшку. Да, на этапе знакомства давайте разберем на примере ресторанного бизнеса, либо на примере салона красоты, вот какие популярные, на примере магазина, на примере автосервиса. Вот у нас здесь есть утеплиться. Сад, я, по-моему, читала, у нас что-то такое было по бизнесу. Дать скидку на первую покупку, знакомство с мастером, поле, объяснить, почему надо вернуться в салон красоты. Ну, вот на салоне красоты, в принципе, те сферы, которые я сейчас перечислила, там все одно и то же. То есть, смотрите, да, у нас на этапе знакомства все правильно пишите. Идет основное, это понятие, ну, потребность клиента. Студия, производство фотокартин. Ага, УТП. Да, у нас, возвращаемся к нашему слайду. На этапе знакомства, смотрите, вход клиента, обслуживание, выход клиента из бизнеса. Нам нужно дать какой-то вау-эффект, это ответ на вопрос, почему нужно вернуться конкретно в наш бизнес, да, то есть, чем-то удивить клиента, чем-то обозначить, почему, чем мы отличаемся от других бизнесов. То есть, потому что сегодня большая конкуренция, опять-таки, понимание, да, что 8 ресторанов на одной улице, салонов красоты и так далее, то есть, чем вы отличаетесь. Далее, понятно, уже это must-have, просто хороший сервис, хорошее, там, приветствие, как у вас работает администрация, там, и так далее, и так далее. Далее, вот три пункта, которые это с точки зрения маркетинга, где уже должен быть инструментарий. Это ведение клиентской базы, это сбор обратной связи, это дать повод вернуться. То есть, здесь задайтесь и каждый себе вопрос по поводу своего бизнеса, теперь тоже, да, как вы ведете клиентскую базу, ведете ли вы ее в сфере салонов красоты, да, в сфере ресторанов, в соу-соу, в сфере автосервиса соу-соу, но у вас там по машинам, да, то есть, какая-то база ведется. То есть, именно какие показатели, да, в клиентской базе. Далее, там, например, средний пол, там, средний возраст, там, и так далее, то есть, портрет клиента формируется или нет. В сфере, например, где, ну, вот магазин и рестораны, при том, что это один из популярных бизнесов, то есть, как ведется клиентская база, вносите ли вы клиентов в базу. Далее, сбор обратной связи. Если вы находитесь в бизнесе, все понятно. Если вы можете контролировать бизнес изнутри, а так, представьте, сколько случаев, когда клиент вышел из бизнеса, администратор не в настроении, мастер не в настроении, на автосервис тоже. Очень много я слышала историй, да, про то, когда внедрили UDS, одна из историй, когда очень сложилось понимание, там, в ночное время, еще что-то, как на самом деле работает бизнес, когда собственника нет в бизнесе. Тот бизнес, который собственник вкладывает деньги, когда вкладывает деньги в рекламу, вы вообще не понимаете, что там происходит, пока вас там нет. То есть, вот это прям очень такая сфера, тем более, что мы смотрели статистику, да, что как клиенты ожидают, что будет работать обратная связь. И дать повод вернуться. На сегодняшний день какая самая популярная повод вернуться? Вопрос в зал. Самый популярный повод вернуться на сегодняшний день какой? Пока я жду ответ. Здесь обращаю внимание, вот у меня стрелочка внизу, что на данном этапе коррекция созданного бизнеса с учетом обратной связи. Обратите внимание, если у вас новый бизнес, вы только открылись и так далее, очень часто я слышу такую обратную связь, что мы сейчас пока поработаем с привлечением, у нас пока базы нет, нам удерживать некого. И, соответственно, мы потом будем рассматривать инструменты по удержанию, а пока что нам нужно привлечение. И здесь еще один очень важный момент, что если вы не вкладываетесь, да, не оцифровали клиента, у вас пришел поток, вы не знаете, кто пришел, вы его не занесли в базу, вы не знаете, понравилось ему или нет, вы не дали ему повод вернуться. Подскажите, пожалуйста, насколько эффективны были ваши вложения в рекламу? То есть сколько денег вы могли бы сохранить и приумножить, если бы вы просто делали эти три пункта, если в чате есть люди, да, кто этого не делает? Вот, то есть здесь, соответственно, понимание, что уже на этапе открытия бизнеса обязательно трафик, деньги влили в рекламу и обязательно поймали вот эти вот все показатели, отцифровали каждого клиента, кто зашел в бизнес, поняли, что ему нравится, что не нравится и сразу подкорректировали, чтобы не было такого, что вы через полгода понимаете, что у вас не работает кондиционер, либо как не те сорта, там, не тот соус для салата. Вот я была в ресторане, где рукколу с креветками подают со сливочным соусом. И на тот момент я прям написала, у них стоял UDS, я написала отзыв, после которого проводили прям замену, действительно, замену блюд, анализ меню и работу с сотрудниками, потому что был ряд моментов, которые нужно было корректировать. И по поводу соусов, салат, то есть я обозначала, что у вас целевая аудитория, кто ест салат рукколу с креветками, это, как правило, девушки, которые следят за фигурой и все такое, и сливочный соус эти девушки не едят. То есть это нелогично делать там рукколу с креветками, со сливочным соусом, если стандартно все его привыкли видеть там с бальзамиком, например. Вот, да, Илья, слили деньги в решето, если не работать с этими показателями. Все верно. И, соответственно, если вы собираете обратную связь, вы можете сразу понять, что так, что не так в вашем бизнесе, чтобы потом, даже если в этот раз кто-то не остался из-за того, что что-то было не так, чтобы когда вы в следующий раз влили деньги в трафик, чтобы эти клиенты остались. Вот, Сезарь с пекинской капустой тоже. Да, то есть понимание просто, что нужно, ну, просто общаться. На самом деле это не страшно, что бывают какие-то ошибки, да, в бизнесе, но просто общаться со своими клиентами, чтобы понять, что то, как видите вы, соответствует ли это тому, как видят ваши гости. Так, а тем временем кэшбэк, кэшбэк, кэшбэк. Конечно же, кэшбэк, да, по поводу скидки соу-соу, да, то есть самое популярное на сегодняшний день по поводу скидки, это очень индивидуально в плане целевой аудитории тоже, где не приветствуют. В общем, там, где можно поставить кэшбэк, ставим кэшбэк. Если вот только прям не заходит именно под конкретный тип бизнеса, низкая потребляемость, еще что-то, еще что-то, какие-то нюансы, только в этом случае скидка. И то не всегда, да, там, то есть если премиум сегмент, это очень индивидуально. Сегодня скидка выходит из моды, скидки, то есть большинство бизнесов переходит на кэшбэк, потому что скидки не удерживают клиентов, скидки просто это потери денег из кассы, если не существует других каких-то аргументов, действительно давать скидку. А так кэшбэк почему? Потому что в моменте человек, он уже пришел, он готов заплатить, ему все нравится, да, там, если вы собрали обратную связь и понимаете, что ему все нравится, он уже пришел и готов платить деньги по тому ценнику, который у вас есть. Но чтобы он пришел в следующий раз, у него кэшбэк, у него приходят какие-то бонусные баллы, которые мотивируют его вернуться в следующий раз, да, возвращаться снова и снова. То есть потому что греет карман какая-то сумма денег, на которую можно сделать скидку на следующую покупку. Далее, после того, как клиент ушел, у нас есть еще один этап, целый вообще, это, наверное, основной этап, который приносит деньги в бизнес, это забота о клиенте, это ваше взаимодействие с клиентом, как вы общаетесь с ним потом. То есть это, опять-таки, история про LTV, работа над удержанием и рекомендациями, да, как вы выстраиваете отношения. Вот эту всю схему я обычно визуализирую, как, знаете, сосуд, который заполняется по мере вашего контакта. То есть если вы познакомились с клиентом, если на первом вашем этапе знакомства у вас все прошло гладко, был хороший сервис и так далее, если даже по сбору обратной связи там что-то пошло не так, и вы качественно среагировали, у вас есть инструменты на это, то есть у вас шкала заполняется. Дальше, если вы правильно с ним коммуницируете, шкала заполняется еще, и по мере заполнения этой шкалы клиенты возвращаются к вам чаще, ну, то есть они более вероятно остаются у вас в бизнесе и начинают вас рекомендовать, то есть они начинают о вас рассказывать. И вот здесь вот об этом. То есть, а если вы просто вкладываете деньги в рекламу, и не работаете с заботой о клиенте, то у вас шкала взаимодействия с клиентом всегда на каком-то таком начальном уровне. Далее, работы на удержание, общение, выстраивание отношений. Здесь давайте на примере салонов красоты, опять-таки, когда мы общаемся с клиентами, вот какие-то примеры, даже на примере любого бизнеса, какие-то примеры, где можно заработать больше, если у вас есть инструменты. Вот, не знаю, там, ресторанная сфера счастливые часы. Очень популярная штука. Почему ставят счастливые часы конкретно в эти часы? Потому что это пустое время, которое нужно заполнить, чтобы, соответственно, клиент пришел, для него дают более выгодные условия. Теперь давайте думать, если у вас есть система кэшбэка, если у вас есть рычаги влияния на клиента, рычаги воздействия, то у вас начинаются такие возможности, как когда вы можете в определенный период давать одни условия для клиента, например, по системе кэшбэка, более выгодные в утреннее время, например, если это ресторанная сфера, копить большой кэшбэк на январь, если это сфера бьюти, когда все в декабре сходили, сделали маникюры, а в январе просадки в бизнесе. Еще какие-то вещи. Если у вас есть инструменты влияния, то вы можете заполнить, во-первых, пустые дни или часы. Вы можете работать с темой того, что на этой неделе вы даете всем своим клиентам сертификат на какую-то сумму денег, который сгорит через неделю. И клиент, в принципе, к вам не собирался, но раз уж такое дело, почему бы не заглянуть? И вот таких вот фишек, они будут рассказывать вам в четверг, насколько я помню. Да, в четверг. Вот вы подробнее об этом узнаете. То есть, а как правильно взаимодействовать с клиентом, чтобы он возвращался еще чаще, чем он возвращается и покупал больше. То есть, есть инструменты влияния, когда на той же базе вы можете зарабатывать больше денег. Запись будет, да, Сергей? Спасибо. Так, да, соответственно, вот эти коммуникации. И потом самое сладкое – дать повод рекомендовать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого люди в бизнес приходят по рекомендациям. У кого люди в бизнес… И вот мне кажется, если я скажу поставьте минусы, у кого люди в бизнес не приходят по рекомендациям, минусов не будет. Это даже было бы более наглядно, да. В общем, везде. То есть, рекомендация – это, в принципе, если вас рекомендует, это показатель того, что вы вообще не зря работаете, да, что клиенты возвращаются, вас рекомендуют. Если вас не рекомендуют, значит, здесь что-то не так. То есть, надо что-то менять. И как раз в помощь вам предыдущий второй блок сбора обратной связи и общения с клиентами. Кстати, очень важный момент тоже. Вот у нас, кто знает про UDS, да, что есть вопросы, почему мой бизнес не рекомендуют. И как бы проблема в UDS, да, то есть, или можно проанализировать и увидеть в UDS, что нет рекомендаций, и оценить почему. Оценить не всегда, что плохой бизнес, хотя, может быть, есть какие-то моменты, которые нужно доработать, как минимум вау-эффект, чтобы про вас ваш бизнес запоминался и о нем хотелось рассказывать. То есть, это тоже очень важный момент. А есть ли что-то в вашем бизнесе такого, из-за чего там сегодня вечером, сидя с подружкой, попивая чай, я могу о вас вспомнить и сказать, представляешь, я сегодня была в таком салоне, и там у них вот такой вот там, когда, не знаю, ты что-то делаешь с волосами, тебе в этот момент еще пилят ногти, а еще там у них вот такой вот там уход, и, например, еще что-то. Ну, в общем, какие-то моменты, о которых действительно хочется рассказывать, и, соответственно, это вас выделяет, и благодаря этому о вас, ну, благодаря этому есть прецедент, да, рассказать о вас. То есть, это тоже должно быть. И самое сладкое, представляете, если за рекомендацию… Да, попугай Жако болтливо сидит. Да, тоже вот это лучший пример. Да, отлично. Вот, то есть, и это первый момент, да, почему бизнес рекомендует. И второй момент, вы представляете, когда вы даете повод рекомендовать, если и так все хорошо, то есть, о вас и так рассказывают, и вы скажете своим клиентам, дорогие клиенты, я знаю, что вы нас рекомендуете, и теперь мы будем это отслеживать, и будем вас за это благодарить, и теперь у вас будут удобные инструменты, чтобы вы могли нас рекомендовать, чтобы и вам, и вашим друзьям было удобнее узнавать о нашей компании, и чтобы мы, опять-таки, вас за это вознаграждали. То есть, и вот это тоже вау, это вау-эффект, когда вот в премиум-сегменте, мы сейчас посмотрим, как это все, что я проговорила, да, реализовано там, например, как пример, да, в UDS, и в премиум-сегменте, как это выглядит, когда у компании есть электронная карта, которую можно переслать другу, друг получит приветственные бонусы, вступая в клуб привилегий этой компании сразу, потому что получил бонусную карту от клиента компании, да, он получает приветственные бонусы, у него сразу, полностью, он может посмотреть прайс, может посмотреть на карте, как добраться и так далее. То есть, ему удобно познакомиться с этой компанией, он уже попадает в базу компании, и он о ней уже не забудет, потому что компания в любой момент может о себе напомнить, потому что друг уже в базе, и он может получать информацию, уведомления от компании. Вот это эффективная рекомендация, когда не просто я рассказала, что был такой-то салон, но там где-то загугли, вроде он, ну, он вот так вот называется, ну, в общем, посмотришь, и подружка, да-да-да, и забыла об этом. А когда у подружки все, в телефоне салон, и салон на связи, он ей может отправить личную пуш, там клиентам, которые ни разу не были, что специально для вас, у нас специальное предложение, на этой неделе вы получаете дополнительные 300, там, 500 бонусов, приходите к нам снова. Как это настроить, об этом тоже в течение сегодняшней недели. Обратная связь с клиентом, топ-советов по контенту, качественный контент, в четверг будет информация, в четверг, да, как работать с контентом. Все, переходим как раз к тому, что, да, как же делать все, что я сейчас проговорила. Как с этим работать, как это делать. И здесь очень адекватный ответ на этот вопрос, что, обратите внимание, да, что у современного клиента сформирован определенный уровень технологического ожидания. На сегодняшний день до сих пор очень много компаний, где за, ну, я собираю, например, да, где есть картонная карточка, на которую ставят печатку, когда вы покупаете кружку кофе, и вы соберете 6 печаток, и вам там 6-я кружка кофе в подарок. Поставьте, пожалуйста, единичный, кто такое видит. До сих пор, да, то есть пластиковые карты до сих пор еще есть, как бы в каких-то бизнесах, ну, очень многие, слава богу, переходят на формат номера телефона, как минимум, но есть адекватное понимание, да, что сформирован определенный уровень технологического ожидания, что мы, как бы, да, что мы все сегодня сидим в телефонах, крупные компании нас балуют, да, потому что сегодня в основном у нас вебинар для малого бизнеса, крупные компании нас балуют тем, что мы мобильные приложения, там, Яндекс, там, вызвать доставка еды, там, сегодня уже продукты питания, да, уже норма, там, вот я сейчас в Сочи, страдаю по поводу того, что я не могу, не нашла сервис, да, заказы той еды из тех магазинов, которые мне нужны, там, продуктов питания, что я могла себе позволить сделать в Москве, и мне нужно идти за этими продуктами, а в Москве я всегда делала доставку этих продуктов питания, то есть у меня тоже сформирован уровень технологического ожидания, по которой я пока что не нашла возможности удовлетворить здесь. И вот здесь то же самое, что крупный бизнес создал у клиента определенный уровень технологического ожидания, и малый и средний бизнес вынужден соответствовать, иначе просто он будет неконкурентоспособен. И поэтому теперь я показываю, да, это не панацея, но я не просто так, да, как специалист по маркетингу, не просто так сотрудничаю на протяжении шести лет именно в том числе с компанией, да, с компанией Global Intellect Service, именно рассматривая инструменты этой компании, потому что это то решение для малого бизнеса, потому что там крупные компании, понятно, под себя кто-то пишет мобильные приложения, кто-то там под себя что-то разрабатывает, там какие-то сложные механизмы, системы, по сбору обратной связи, с кучей CRM-систем там и всяких таких настроек, то есть если крупному бизнесу это нужно, у них есть команда людей, которых этим занимается, бюджеты и так далее, то малому бизнесу, во-первых, это не нужно столько всего, да, во-вторых, это должно быть максимально просто, максимально легко настраиваемое, закрывающая базовые задачи бизнеса. И вот в рамках UDS это выглядит вот так. Есть мобильное приложение пользователя, есть CRM-система у предпринимателя, у пользователя мобильное приложение рубрикатор, то есть много компаний, ему не нужно скачивать приложение под каждую компанию отдельно, что тоже очень удобно, потому что сегодня столько приложений, человек просто не будет скачивать. И все, он видит полностью информацию о компании, описание, бонусную программу этой компании, может получать пуш-уведомления от этой компании, может оставлять обратную связь. Вот, то есть здесь я вижу бонусную программу, сколько у меня баллов, информацию о компании ресторана, вижу, как я могу поднять свои бонусные баллы, то есть, например, у меня есть базовая какая-то, базовый статус, гиммификация. Потрать больше денег, сделай больше рекомендаций, и ты получишь какой-то высший статус, тебе приходит приятное пуш-уведомление, золотой каемочка о том, что ты теперь стал VIP-ом, ты теперь стал каким-нибудь царем или еще кем-то в данной компании. Уведомление оценить качество обслуживания, поставьте звездочку, напишите обратную связь, информация уходит напрямую руководству в мобильное приложение собственника бизнеса, на которое собственник бизнеса может сразу ответить, потому что клиент ждет ответ сразу. Мне приходит пуш-уведомление, что клиент остался, например, недоволен, три звезды. Я сразу среагировала, написала Алексей, Василий, Елена и так далее, приношу свои извинения, мы все решим, дарим вам дополнительно 500 приветственных баллов, чтобы в качестве комплиментов, в качестве извинений приходите к нам снова и так далее. Вот это малый бизнес может себе сегодня позволить. То есть это круто, это вау-эффект, это сервис. Далее, вот четвертый телефончик получается, новость, новость с картинкой, в которую можно приложить ссылку, можно приложить товар, прям купить из новости, оплатить товар. Все это сегодня возможно, в том числе для малого бизнеса. И рекомендации. Я в рамках приложения могу нажать на компанию, нажать кнопку рекомендовать и отправить своему другу ссылку на компанию, в которой я купила, например, там какие-нибудь туфли, сумку, платье, косметолога порекомендовать и так далее. Друг, перейдя по ссылке, получает там или подруга, да, дополнительные бонусы. И когда моя подруга каждый раз, когда она ходит в этот магазин, ходит на этот маникюр, к этому косметологу и так далее, мне приходят баллы в благодарность от компании за то, что я привела клиента, по сути, да, то есть я сделала эффективную рекомендацию, эти баллы я могу потратить только в этой компании, потому что поэтому я удерживаюсь в этой компании. И мне приятно, что меня компания вознаграждает, и я с удовольствием, если мне она действительно нравится, я с удовольствием буду приводить туда друзей. И у меня есть кейсы личные, есть компании, которыми я пользуюсь, UDS, где я регулярно прихожу с 50% скидкой, с 80% скидкой обслуживаюсь, потому что за период, пока я там не была, у меня накопились бонусы с покупок моих друзей, и, соответственно, мне это выгодно, и компании это выгодно, потому что они платят не деньги вперед в рекламную кампанию, да, а они платят баллы по факту денег в кассе, и процент баллов, который они мне дают, они выбирают сами. Подробнее об этом вы можете узнать про UDS, это я в двух словах, да, у партнеров, у людей, от которых вы узнали про данный вебинар. Также здесь есть доставка, если кому-то актуальны интернет-магазины, это не к теме нашего вебинара, просто для кого это актуально, да, есть платформа автоматизированного кросс-маркетинга, да, об этом подробнее вы узнаете в среду, когда будет говорить про трафик, прозрачная статистика, завтра об этом подробнее будет говорить Оля по поводу Ольги Шибецкой, да, по юнит-экономике, как важно вести статистику, и это здесь все реализовано. И привлечение клиентов, здесь я хочу отдельно выделить, что мы брали первый блок, когда говорили о привлечении, все, что мы перечислили, все, да, и в UDS есть два абсолютно уникальных формата привлечения, которого нет нигде. Это, во-первых, оцифрованное сарафанное радио, про которое я сейчас проговорила, да, что все уровни рекомендаций видны предпринимателю, их все можно контролировать, мотивировать, устраивать конкурсы на рекомендации, отслеживать лучших рекомендателей и управлять сарафанным маркетингом. И автоматизированный кросс-маркетинг – это первая в мире платформа по автоматизированному кросс-маркетингу, где вы, например, предлагаете клиенту купить на определенную сумму денег, совершить покупку, тем самым повышаете себе средний чек, например, оставьте у нас в бизнесе, ну, там, если у вас покупка будет более 3000 рублей, то вы получите сертификат, например, в салоне красоты, да, сертификат на женские платья, то есть магазин женской одежды, там, на 2000 рублей. Все, магазин, и человек, сразу у него прилетает сертификат, магазин, магазин видит, что у него есть потенциальный клиент, и когда клиент пришел, все, клиент в базе, то есть все это автоматизировано. Никаких листовок, никаких, там, непонятно, сертификат раздал, кто их получил, сколько людей получило, сколько дошло. Раньше все это было непонятно, теперь все это прозрачно. Все, на этом у меня все. Это коротко, да, о том, как реализовано это в рамках нашего инструмента, с которым работает, вот, с которым работает компания Global Intellect Service. Пошаговый, еще раз, да, алгоритм, который по взаимодействию с клиентом здесь у вас, если вы зафиксировали, вот он есть. Далее у нас, обратите, пожалуйста, да, еще раз внимание, что в течение этой недели, то есть сегодня было коротко обо всем, база, каркас, с чем работать, как работать, какими инструментами работать. В течение этой недели вы сможете узнать теперь о привлечении, более глубоко погрузиться, о работе с трафиком, о работе, как же сделать так, да, чтобы как воздействовать, какую новость отправить, какой пуш, какой контент создать, чтобы ваши же клиенты приходили к вам чаще, больше, тратили больше денег и так далее. Как правильно работать с обратной связью, вот эти нюансы, как сохранить клиента там, где вы могли его ранее потерять, да, здесь вы его сохранили и еще замотивировали рекомендовать как вариант. То есть о юнит-экономике завтра, о цифрах, это вообще отдельное прям направление по поводу того, вот малый бизнес, то есть это, ну, очень мало кто это считает, да, прибыльность одного товара, одного клиента, то есть сколько вы денег получаете и насколько это важно в цифрах, вот если вы что-то где-то не учли, как это отражается полностью на вашем бизнесе. И в субботу, если в чате есть люди, либо у вас есть знакомые, я очень рекомендую прям направить их в субботу, у нас будет практику, вы посмотрите на живых кейсах, кейсах магазина одежды, фэшн-индустрии, бьюти-индустрии, вы посмотрите, как это работает реально в бизнесе, те инструменты, о которых мы сегодня говорим, по фэшн-индустрии будут выступать ведущие специалисты в мире фэшна, маркетолог номер один в фэшн-индустрии, основатели академии фэшн-индустрии, основатели онлайн-школ в этой сфере, люди, которые выступают на выставках, то есть будет очень выступать известный спикер, и подробнее об этом еще расскажет в пятницу спикер, который будет давать в пятницу тему, и вы можете более подробно узнать у партнеров, от кого вы получили информацию на этот вебинар по поводу субботы, то есть для фэшн-индустрии будет очень интересный практикум, обратите, пожалуйста, внимание, отметьте для себя. Так, на этом мы завершаем, я вас благодарю за внимание, я очень надеюсь, что было полезно, я максимально постаралась раскрыть эту тему, запись будет, вы также можете взять у партнеров, которые вас пригласили, я выключаю запись.